Четыре человека, одна общая линия судьбы. В областном краеведческом музее прошло торжественное открытие новой экспозиции из цикла «Колымские судьбы». Она рассказывает о людях, ученых и артистах, которых привезли сюда после незаконного осуждения по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР. Она подразумевала участие в контрреволюционной деятельности, агитацию, подозрения в шпионаже, участие в антисоветских организациях. Герои выставки – геолог Анатолий Болдырев, инженер Евгений Богданов, театральный художник Леонид Вегенер, поэт и переводчик Валентин Португалов. Представлены документы из их личных дел, касающиеся их осуждения и реабилитации, их заслуги, грамоты, фотографии и личные вещи. Отдельный стенд с театральными зарисовками Леонида Вегенера к пьесам Чехова и Островского. Здесь все они побывали на общих работах, на добыче золота. Но сумели все-таки, так сказать, пройти это испытание. И впоследствии, освободившись из лагеря, они стали работать уже по вольному найму, как тогда говорили. И были у истоков, так скажем, и нашей территории, и нашей Магаданской области. Эта экспозиция – вторая из выставки «Колымские судьбы». Первая была посвящена 80-летию создания цикла, созданного в стенах Севва Стлага, 24 прелюдии для фуги и фортепиано, композитора Всеволода Задирадского. Экспозиция будет работать до лета следующего года.